всем доброе утро сегодня у нас такой утренний эфир мы немножко поговорим про ситуацию в отрасли и развеем мифы про круизы очень много мифов придется развеивать потому что потому что к большому сожалению мифов сложилось много в том числе всем привет в том числе из-за того что мы наблюдаем круизы только речные связано это конечно с тем что в стране в нашей очень мало морских портов поэтому мы с вами будем сегодня разговаривать о том что из себя представляет круизный отдых каким образом сашенька привет всем привет каким образом мы будем вообще с вами связаны с круизами в ближайшее время почему именно сейчас это самое лучшее вложение вложение в себя вложение в отрасль и вообще в принципе поговорим ответим на самый вопрос и как организовать тур на что смотреть потому что когда мы с вами начинаем делать самостоятельные туры то у нас возникает довольно много непонятных историй куда бежать с чего начать на что смотреть в общем много всего что мы с вами опытом нарабатывали но если вы новичок то конечно сложно для тех кто присоединяется меня зовут анастасия малинкина у меня в профиле уколова это девичья фамилия в 2017 году я стала лучшим гидом тверской области до этого времени я 15 лет занималась туризмом разных отраслях туроператорской компании турагентстве я работала в экскурсионном бюро у меня была своя компания работала в музее на приеме теплоходов здравствуйте всем за плечами у меня шесть круизов разных речные и морские и паромные поэтому очень хорошо представляю о чем говорю потому что все это со всех сторон смотрела пожалуйста напишите как меня слышно из каких вы городов и я сегодня еще раз повторю повестку дня я расскажу про круизы как начинать как смотреть и вообще что они себя представляют потому что а когда мы начинаем только вообще в эту отрасль заглядывать где-то там издалека у нас тут же вылезают разные тараканы которые постоянно считают что это пенсионерский отдых здесь какие-то проблемы будут с водой меня укачает мне там будет нечего есть безопасность в общем налезают тараканы которые отговаривают нас от путешествия кемер очень здорово я сама из твери не соседи но близко из архангельска слушайте отличная география я во фьордах да вот это переместилась на самом деле такая картиночка которая немножко нас переносит в красивые виды понимаете дома у меня не так красиво внутри но ничего мы стараемся и так еще раз повторяю тема мифы на что вообще нужно обращать внимание почему возникают вот эти самые мифы относительно круизов связано это со следующими нашими историями если вы живете в россии морских портов у вас нету санкт-петербург отлично скорее всего раз у вас нету морских портов вы просто не могли физически видеть эти огромные красавцы лайнеры которые достигают этажей 18 20 и больше представьте себе двадцатиэтажный дом который спустили на воду и который плывет к разным странам я думаю если вы не видели в живу этого большого белого красавца кстати не все белые то очень сложно вообще такое представить что у нас ходит по волге по нашей матушке волге ходят четырех пяти палубники то есть четыре пять этажей тоже немаленькие ходят они как правило либо по волжским просторам по каналам из петербурга до москвы либо из москвы идут по угличу мышки над этим ярославльской области либо они идут а вот очень бюджетные круизы по россии самара казань в том направлении ну и из казани вмчаться в сторону астрахани это если брать европейскую часть до в санкт-петербурге есть порт мы оттуда плыли очень уютный такой корабль как лебедев наш который все логотипы рисует как-то сказал что у нас все очень круто но нашим кораблям место в музее так вот как раз вы смотрите на такие корабли вы смотрите на контингент контингент на таких лайнерах ну прямо скажем 50 60 плюс чем это связано для пенсионеров дают очень большие скидки это очень размеренный отдых я про речные круизы очень размеренные в плане все там включено тебя сажают на автобус вы едете там с экскурсоводом вас немного развлекают на лайнере в основном на этом теплоходике развлечения ну скажем так шахматы домино то есть такого интеллектуального склада небольшие представления то есть все такое знаете санаторного типа поэтому а если вы смотрите на эти санаторные теплоходы из которых выходит пенсионер у вас конечно же тут же начинается ага все все круизы это все пенсионеры не поедут туда это неоправданно дорого кстати для речных наших круизов есть такая тоже тема с чем связано такое ценообразование во первых если вы едете например у вас семидневный тур на речном нашем теплоходе там включены как правило в дорогие туры инфофлота водоходов все экскурсии трехразовое питание ну и соответственно обслуживание вот этих старичков не бюджетные поэтому стоимость вот такая высокая если мы берем инновационные лайнеры на которых они 280 человек максимальная загрузка как у нас до 6 7 тысяч там конечно ценообразование несколько другое поэтому там будут уже другие условия когда мы выбираем лайнер на что нам смотреть обязательно смотрите на то какой категории этот лайнер относится до влаам и все прочее очень дорогие влаам дешевле посещать будет как раз на теплоходе который маршрутный заходит просто одной из остановок ну большому сожалению российское ценообразование но оставляет желать лучшего переносимся с вами в морские державы переносимся с вами на европейскую часть где огромные большие лайнеры собирают большое количество человек на что мы обязательно смотрим первое мы смотрим на год постройки лайнера и на год его реновации зачем нам это нужно чем новее лайнер тем больше там будет инновационных различных вещей тем больше там будет отвечать критериям безопасности они все безопасны но чем круче лайнер тем больше начинка они скорее всего будут чуть дороже самых таких старичков из своей же коллекции и там будет больше скорее всего развлечения в том числе для детей поэтому обращайте внимание на начинку чем вообще начиняют такие лайнеры если вы едете семьей ваш муж например любит хорошо покушать а вы любите какой-то активный отдых вам не походы нравятся какие-то вот посещение горных вершин и прочее то вы можете смотреть лайнеры если вы еще с ребенком например серии royal caribia мы про них неоднократно говорили это потрясающие мега лайнеры чем новее лайнер тем больше в нем начинки мы уже говорили что там есть и серф волна и большая дорожка балкон по которой проходят сказочные персонажи это конкретно для детей мы кстати им сейчас разбор делаем лайнеров которых детям будет хорошо а какие это варианты а первый вариант это конечно же который приходит на ум дисне лайнер четыре огромных корабля по разным направлениям а едет эти корабли из-за по фьордам из барселоны по европе недельные туры а пяти тира и недельные туры по карибскому бассейну то есть выбор довольно большой если хочется ну опять же смотрите если вы ходите хотите безвизовые направления то обязательно первых карибский бассейн там очень разный то есть сейчас где-то есть уже говорят про заходы на кубу возможно куба будет безвизовая латинская америка именно континентальная практически вся безвизовая простите у меня тут маленькая девочка снова она тоже безвизовая латинская америка в направлении это бразилия это будет аргентина это будет район уругвая то есть это будет как раз та латинская америка без визы от которой вы уже можете там дальше путешествовать по внутри континента я неоднократно рассказывала насколько удивительные маршруты можно составить уже внутри континентов и что самое замечательное в нашей базе скоро добавятся речные круизы речные круизы предполагают что вы будете изучать страны с воды это очень круто потому что у нас многие европейские вообще другие страны они как раз развивались вдоль водных путей а потому что торговля потому что безопасность потому что есть возможность очень быстро аккомпановаться и уехать случае чего конечно же вода всегда позволяла орошать свои пахотные земелья и увеличивать посевы поэтому многие европейские города самые красивые виды расположены вдоль рек 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 река сена где вы увидите париж с воды германия с воды недооцененная кстати страна потому что там удивительные замки удивительные альпы с этими замками с водоемами вот знаете когда вы хотите увидеть в одном месте сразу и горы и водоемы и какую-то красоту архитектурную это вот германия самая близкая к вам будет в том числе по речным круизом вы можете ехать например из-за копенгагена теперь слушайте за маршрутом следите вы садитесь в дании вы едете через фьорды чем меньше лайнер тем больше во возможности заходов потому что посадку лайнеров больших она очень низкая и везде пройдет по фьордам вы увидите все самое красивое с воды потому что изрезанные водой скалы которые находятся в норвегии они как раз вот соединяются друг с другами все очень красиво и оттуда вы можете на речном лайнере проехать через скандинавию это будет швеция это будет финляндия и оттуда уже через петербург спуститься в москву представьте себе есть и такие круизные компании где вы сможете соединить и европу и россию это очень понасыщенный маршрут который идет месяц но вы действительно увидите ту часть страны которая морскими путями не задействована на что еще обязательно смотреть если вы смотрите размер корабля обязательно смотрите на том на кого он рассчитан например есть лайнеры которые рассчитаны на категорию 18 плюс в нашей базе скоро добавится virgin это если в переводе с английского богородица девственница в общем лайнер 18 плюс поняли иронию да сделано миллионером сделан он очень круто будет включен интернет полностью вай-фай вся еда во всех ресторанах будет найти насыщенная начинка в плане развлечений поэтому вы можете смотреть на такие лайнеры и если вам хочется действительно оторваться если вы хотите для всей семьи я уже сказала есть потрясающий royal caribbean если же вы хотите скажем так дешево и со вкусом можно взять msc единственный такой недостаток для лилипутов лайнеров наверное пока нету хотя все это возможно день привет а если вы хотите так дешево со вкусом берите мсс там у вас будет цирк дуселей на лайнере симулятор формула-1 там у вас будут большие лестницы со стразами сваровски в чем знаете почему это так дешево со вкусом потому что контингент там будет средний класс примерно как мы там плюс минус по своему бюджету там вы увидите такие знаете драйвовые дискотеки детей можно будет отдавать в отдельные комнаты где они будут закрыты от всех и вы сможете туда проходить по браслету и для детей там будет в принципе все от мастер-классов бесплатных до нянечек которые с ними будут иногда сидеть если вы хотите оставить ребенка и пойти например в бассейн такой вариант тоже возможен на вот этих лайнерах плюс есть удивительные лайнеры норвежин наверное самые пока нами недооцененные потому что если вы будете смотреть норвежин вы поймете что вот насыщение маршрутов вы наверное не найдете в европейской части представьте себе вы садитесь в стамбуле ли вдоль другой части турции вы проезжаете каждый день в 10 дневном маршруте через израиль через египет через осетский канал вы едете в сторону кипр греция то есть у вас прям насыщенный каждый день новый остров это вариант пляжного отдыха где каждый день вы сможете выходить на разные пляжи отдыхать и снова заходить на лайнер этот вариант если вы хотите вот именно себе такой пляжный отдых устроить смотрите норвежин у них очень интересные по начинке в том числе корабли например а сейчас есть корабли где на норвежин есть картинг для формулы-1 то есть вы там на реальном картинге садитесь на вот эти гоночные машины и по лайнеру катаетесь в носовая часть корабля переделана под трассу поэтому вы можете путешествовать загуглите норвежин трасса формула-1 и вы можете кататься там там и при этом быть в открытом море вы представляете насколько это будут впечатления на всю жизнь поэтому смотрите на такие лайнеры в том числе для детей там тоже очень все насыщенно кстати для детей можно смотреть лайнеры принцесс аляска я уже неоднократно говорила что в направлении аляски есть так называемые круизные туры это когда вы не только путешествуете по на лайнере но еще и внутри страны вам сама круизная компания делает отличный вариант досуга вы там можете путешествовать на поезде изучать национальные парки и вот там как раз для детей особенно для тех кто изучает иностранные языки есть потрясающая возможность устроенная уже от лайнера лекции которые позволят вашим детям узнать про этот регион больше то есть специально для них устроены разные лекции мастер-классы где они могут все это изучать на некоторых лайнерах есть планетарии то есть вы заходите в зал где обычно проходит представление а уже потом там все закрывается и наверху то есть на крыше ну фактически на потолке будут вот эти вот удивительные планеты в парад планет переходить то есть вы можете действительно побывать на настоящем планетарии на некоторых лайнерах вот чаще всего royal caribbean есть большие карусели рукотворные на которые вы можете залезть знаете как во франции или тут карусель карусель вот это оттуда вы можете зайти и на лайнере никуда не сходя у вас будет и парк аттракционов и развлечения экстремальные в том числе большая площадка смотровая над над уровнем моря то есть лайнер двадцатиэтажный и еще на 20 метров поднимается вот эта капсула смотровая вы можете увидеть с высоты 40 метров практически экстремальным такое вот развлечение будет симулятор серф волны поэтому когда вы смотрите на лайнере смотрите еще и на начинку не пожалейте например каких-нибудь там 100 200 долларов но просто возьмите вот этот маршрут который будет с таким лайнером и вы не пожалеете потому что это будет память на всю жизнь ну и давайте традиционно пройдемся по всем мифам я уже сказала про пенсионеров которые у нас выходят из теплоходов и тем самым практически разрушили всю рекламную компанию морских круизов на самом деле все действительно начиналось с пенсионеров богатые пенсионеры американские 50 лет назад путешествовали вот на таких вот кораблях потом круизные компании поняли что можно сделать сегментированный рынок то есть разделить на тех кто с детьми на тех кто повзрослее на тех кому нужен лакшери отдых и на тех у кого особых денег нет и поэтому можно путешествовать скажем так тоже на хорошем лайнере но чуть попроще там без своего дворецкого и разделив на сегменты мы получили огромные мега лайнеры это MSC, Costa, Norwegian, Royal Caribbean, Carnival которые идут на самые популярные большие порты в которых сам лайнер важнее стоянок то есть тут надо понимать что вам важнее удивительные маршруты которые делают экспедиционные корабли либо вот такие вот варианты больших лайнеров где вы даже не знаете что интереснее смотреть Барселону либо на симулятор серв-волны залезть это первый момент то есть я уже сказал разделен по возрасту смотрите если вы берете например Азамара Реджент это будут люксовые лайнеры там будет возраст довольно высокий это действительно ближе к пенсионеру это такой вариант когда вы сидите респектабельно с стаканом коньяка с бокалом вина сидите смотрите на водные просторы вас завозят вглубь куда-то то есть на менее популярные маршруты и вы действительно видите эксклюзив либо вы возьмете вообще лайнеры на 100 человек они да стоят не дешево но в нашем накопительном клубе это накопить просто расплюнуть это варианты где у вас на 96 мест всего на 96 пассажирских мест вы ходите по галапагосам либо на 300 пассажирских мест вас заводят в антарктиду оттуда вас пересаживают на надувные лодки зодиак либо на каяки и вы уже изучаете антарктиду вот этот материк огромные айсберги некоторой длиной 700 километров от москвы до петербурга расстояние фактически и вы изучаете животный мир морских львов изучаете пингвинов и прочую живность поэтому вы можете смотреть в зависимости от того что вам ближе есть тематические лайнеры тематические круизы например винные маршруты некоторые звезды блогеры снимают например тоже корабли для того чтобы так попиариться некоторые устраивают битву кулинарную то есть вам тоже можете смотреть а вдруг на вашем лайнере на том маршруте который вы присмотрели есть вот такой вот досуг который значительно вам улучшит ваше восприятие местности видные маршруты например на речных лайнерах которые к нам будут добавляться предполагают что вы будете проезжать мимо виноградников французских и соответственно дальше вы будете уже изучать на месте способы обработки вина лозы как вообще дегустируют вино вам будут давать высокую кухню и вместе с этой высокой кухней будет изучение через винные вот эти традиции регионов плюс есть вероятность что может быть вы найдете какой-то круиз который вот перевернет ваше представление да и показы мод устраивают на самом деле лайнеры и круизы они сейчас пытаются угодить всем пытаются угодить всем слоям населения поэтому если у вас есть какие-то необычные вот у меня тут видите маленький маленький воришка пытается угодить всем в том плане что вы можете увидеть там и лекции от крутых каких-то там нобелевских лауреатов и рестораны с мишленовскими звездами где повара будут вас угощать высокой кухней у некоторых даже по несколько звезд то есть надо просто смотреть на лайнер для того чтобы не разочароваться потому что очень часто бывает так что вы смотрите только на маршрут допустим едете вот как мы маршрут взяли на сентябрь из Амстердама едете через Бельгию через Германию в Лондоне у вас там стоянка определенная и едете обратно и вы взяв этот маршрут считая что все очень здорово все замечательно вы едете на лайнере не самом в плане еды замечательном то есть они нормально вкусно кормят но это невысокая кухня понимаете разницу да второй момент вы можете не посмотреть время стоянок в каждом порту и понять что до Лондона ехать три часа понимаете да три часа в одну сторону три часа в другую это минус шесть часов если стоянка всего десять у вас на Лондон времени не остается и если вы этот момент не предусмотрели не подготовились то возможно вы будете разочарованы поэтому многие отзывы о нашем клубе где все это фуфло да там какие-то пенсионеры прыгают это просто от неподготовленности от того что вы берете несмотря на все факторы обязательно это учитывайте то есть второй момент который вам еще нужно учитывать что включено стоимость как правило если вы берете самый самый простой лайнер будет включено обязательно проживание в выбранной каюте на некоторых лайнерах их до 30 свыше видов кают то есть сьюты разного вида там внутренние каюты внутренние балконы которые ведут на променад внутри лайнера на парк либо внешние то есть очень много вариаций то есть вам нужно обязательно тоже на это смотреть что еще включено обязательно питание в основных ресторанах это шведская линия и это ресторан где вас обслуживает официант так называемая а-ля карта когда вы сидите и вам приносят меню и вы по этому меню либо все выбираете либо какие-то позиции там уже в некоторых лайнерах включены еще и напитки то есть вы можете сидеть и вам приносят вино в неограниченных количествах на аиде например еще пиво приносит то есть тут уже надо смотреть в зависимости от того какая категория что еще будет включено шоу программы которые как правило каждый вечер в две смены идут то есть если вы выбираете ужин то вы смотрите не от того что вы пропустите скорее всего вы ничего не пропустите важного просто я например не могу в 9 вечера есть мне поздно поэтому я исходя из этого выбираю себе тип ужина ну так вот смотрите какой вариант шоу программы вы обязательно увидите каждый вечер с 6 до 9 в две смены идут шоу бродвейские мюзиклы идут варианты каких-то цирковых акробатических представлений оперные и так далее простите я сейчас спущу что у нас еще обязательно включено различные вариации таки турецкого отдыха это называют то есть когда вы давайте на зарядку давайте развлечем детей мы устроим мастер-классы детские комнаты и пребывание тоже включено плюс включены какие-то живая музыка проходящая в разных залах на royal caribbean например иногда включают на каюту если заранее забронировать серф волна бесплатно еще какие-то развлечения из инфраструктуры то есть вы обязательно когда вы уже выбрали себе круиз когда вы выбрали категорию лайнера то есть будет она на пенсионеров либо более молодежные смотрите что включено если у вас есть выбор между двух кораблей посмотрите какой вам ближе по духу и настрою а кстати если есть вопросы вы можете мне сейчас потихоньку эти вопросы озвучивать я буду на них отвечать итак что вообще представляет из себя компания in cruises почему очень интересно копаться в этой базе изучать мы берем европейское направление самые попсовые такие знаете которые самые первыми обычно берут круизы идут из Испании Италия Франция круговой маршрут чаще всего эти маршруты кольцевые и каждый день у вас новая стоянка новый заход то есть если у вас есть кольцо Барселона Валенсия Генуэ Рим Марсель например то каждый день вы можете выбрать любую порт посадки здесь обязательно смотрите чтобы порт был удобный конкретно для вас если вы возьмете порт Барселоны то из Москвы из Петербурга у вас будет авиасообщение вы не будете там ехать пятью пересадками чтобы сэкономить или просто добраться можно мне в личку написать если вы едете например из портов которые находятся где-то не в самых популярных для наших авиакомпании местах тогда вы можете понимать вы должны понимать что возможно тур ваш будет больше что я могу сказать о Коста Диадема она сейчас ходит по Персидскому заливу Коста Диадема это лайнер в принципе Коста это довольно бюджетные во многих отношениях лайнеры там будет обязательно аквапарк там будет джакузи бесплатные возможность посещения сауны без массажа без всего просто посещение там будет скорее всего два-три ресторана включено какая-нибудь бургерная шведский стол и эти лайнеры которые сотрудничают с русскими агентствами поэтому чаще всего они практически все переведены на русский язык то есть переведены программы есть русские сопровождающие на ресепшене есть русскоговорящие девушкам ну соответственно они удобнее для тех кто совсем с языковым барьером боится путешествовать итак когда мы смотрим с вами направление смотрите еще ну такую вещь чем больше лайнер тем более крупные порты стоянки то есть если вы например выбираете лайнер огромный мегалайнер на 6 тысяч пассажиров то вы должны понимать что он не зайдет никуда во фьорды физически не сможет зайти поэтому иногда крутые лайнеры не ходят там где нам нужно то есть тут тоже нужно повыбирать посмотреть а где могут ходить если мы берем Европу смотрите тут такой момент вы можете взять корабль попроще подешевле потому что сама экскурсионная Европа она впечатляет если же вы берете какой-то круиз где нет особо там больших стоянок например 2-3 дня в море смотрите уже лайнер потому что 3 дня в море вам нужно будет изучать этот лайнер я вам зуб даю за 3 дня не изучите они огромные просто огромные что касается тех людей которые не хотят находиться в толпе хотят отдохнуть на этих лайнерах зоны устроены таким образом что есть тихая библиотека есть наоборот такое гигей казино есть возможность уйти например на открытую палубу и там есть территории где абсолютно нет народа то есть такие пустые есть возможность позагорать шезлонгов обычно хватает всем вы можете если например берете маршрут в азиатское направление зимой то есть когда там уже начинается сезон именно вот купательный то вы можете валяться на этой верхней палубе загорать купаться и у вас практически будет большой пятизвездочный отель почему например в азиатском регионе я как узнать конкретно как лайнер уходит этого что иметь ввиду это открывать маршруты надо вы можете смотреть за новостями компании например на сайтах Royal Caribbean Cost MSC и так далее многие на русский язык переведены у них есть информация о том куда и в какой регион они идут например Коста Диатема заявила несколько лет назад что будет ходить по Персидскому заливу вот с такого-то по такой-то месяц а Коста Фортуна например на которой мы путешествовали по Европе она перешла к нам из азиатского направления они их перекидывают поэтому сказать точно что в этом регионе ходят определенные лайнеры никак иначе я не могу они их тусуют как могут в зависимости от спроса от различных сезонов и прочих факторов что еще я хотела осветить я хотела осветить дешевле ли делать самостоятельный тур с учетом например скидок нашего клуба для всех кто не знает о нашем клубе я говорю две информации это агрегатор поисковых систем фактически букинг на котором вы можете забронировать круизы по пяти тысячам направлений пять тысяч направлений это Аляска Антарктида Австралия Новая Зеландия Перу Чили Панамский канал когда переезжает из Чили до Майами Карибский бассейн Канада где вы можете внутри страны увидеть горбатых китов которые заезжают буквально вглубь континента по речке Святого Лаврентия вы можете увидеть там огромные горы фьорды это все на лайнерах понимаете поэтому здесь выбор огромный в нашей базе также новости о лайнерах и маршрутах смотрите на сайтах этих компаний либо есть сайты которые занимаются информационной такой подпиткой новостные сайты на английском это круиз критик но остальные сайты переводят круиз критик поэтому вы можете подписаться если с английским не владеете просто переводите плюс можно подписаться на Dreamlines они делают новостную рассылку как раз про новости круизной индустрии в том числе про эту ну я смотрю на 10 разных источниках поэтому у меня как бы информация где-то дополняется разный инфофлот у нас делает по группе по тем направлениям которые наиболее популярны и они вам расскажут как раз все новостные всю новостную информацию продолжая что же наш агрегатор еще предлагает 15 круизных линий линии от самых дешевых на 4-6 тысяч пассажиров до линий которые предлагают на 100 человек какие варианты лайнеров плюс сейчас к нам будет добавляться речные круизы вот там уже будут на одном круизном лайнере представьте себе подводная лодка вертолетная площадка с вертолетом ну конечно и стоимость там уже будет такая хорошая два года в нашем клубе копить для тех кто понимает что же у нас клуб предлагает накопительную систему где вы кладете свои 100 долларов а вам сверху от компании еще 100 круизных миль которые вы можете потратить в зависимости от года членства от 20 до 100 процентов в течение всей своей жизни то есть до 50 процентов скидки вы получаете просто за то что находитесь в нашем клубе скидки даются за счет оптовых продаж у нас 200 тысяч человек по всему миру переведен сайт на 17 языков поэтому есть возможность делать вот такие вот щедрые скидки причем что у нас клубное членство у нас потенциально постоянно растет поток клиентов круизным компаниям это выгодно и они к нам добавляются а второй момент что мы еще предлагаем возможность путешествовать бесплатно если вы покупаете франшизу стоимость бизнеса всего 14 тысяч рублей вам никто такой бизнес не предложит и соответственно вы можете пригласив всего 5 человек вообще из всего окружения пожизненно путешествовать на лайнерах бесплатно на 180 тысяч рублей в год представьте себе это таких предложений в турагентств практически нету а здесь за счет грамотной политики финансовой вы можете себе такое позволить ну продолжая тему самостоятельных путешествий представьте у вас есть сто восемьдесят тысяч на семью на путешествие на круизных лайнерах вам конечно же сразу первый вопрос а как же виза а как добраться ой слишком много геморроя нет я лучше самостоятельно куплю в турагентствах ну видите что происходит сейчас в турагентствах вы можете купить вам а не вернуть деньги в нашей компании стопроцентные возвраты были в связи с коронавирусом всем членам клуба второй момент вы не знаете вас могут переселить например из отеля в другой потому что какой-то произошел накладки слишком много номеров продали и поэтому вы можете выбирать заблаговременно шикарный отель а вас переселят в категории не хуже но сам по факту хуже отель то есть это вот если вы бронируете через турфирмы но через турфирмы иногда бронировать выгодно пакетные туры например вам нужно добраться до грубо говоря Таиланда у вас оттуда стартует лайнер перелеты до Таиланда могут на человека выйти в в районе 30 тысяч туда-обратно плюс-минус Азия вот такими ценами оперирует но если вы возьмете например тур какой-то тур который идет вот эту всю неделю у вас из Бангкока до Бангкока идет лайнер этим туром вы очень сильно сэкономите почему потому что стоимость тура иногда будет вместе со страховкой вместе с каким-то там вариантом жилье трансфером до центра и перелетом дешевле чем брать сам перелет на каких направлениях это действует турецкое направление Доминикана Мексика то есть Карибский бассейн это действует в направлении Индия Таиланд Вьетнам то есть если вы хотите сэкономить обращайте внимание на туры в том числе потому что за счет пакетных предложений вы можете сильно сбить стоимость для примера на Гуа иногда есть туры особенно в декабре обращайте внимание потому что перед Новым годом сильный спад продаж можно поехать на Гуа на 10 дней за 30 тысяч на двоих поэтому если у вас перелеты только на человека выходят 30 а тут 30 тысяч на двоих ну вы уже сами думаете что вам выгоднее я думаю ответ очевиден поэтому когда вы берете самостоятельные путешествия подходите к ним с умом мы кстати в нашей школе путешествий об этом рассказываем до конца недели еще доступ школам за 500 рублей более 30 видео где вот все это подробно разъясняется а я как личный консультант говорю что и как делать на что еще вам нужно смотреть когда вы берете самостоятельные путешествия наша Ксюша специалист по реферальным программам рассказывает как используя не ущемляя себя ни в чем то есть используя лишь одну программу лояльности Тинькофф мильную накопительную она на семью сэкономила более 40 тысяч на авиаперелеты то есть она просто так тратит ни в чем себе не отказывает на ЖКХ на какие-то покупки на еду и прочее у нее копятся мили которые она потом может возместить стоимость авиаперелетом живыми деньгами то есть полететь бесплатно вот мы таким вещам о них тоже рассказываем очень многие программы предлагают реферальные ссылки и бонусы на них кстати наши инкрузы сделают то же самое предлагают реферальную ссылку и бонусы за привлечение людей но опять же это по вашему желанию хотите просто копите хотите путешествуйте бесплатно я сделала свой выбор что когда еще путешествовать на что нужно смотреть обязательно смотрите сезон обязательно особенно если вас укачивает на лайнерах качки на больших как таковой нету стабилизаторы работают очень ровно поэтому если вы зайдете внутрь корабля и попадете в шторм внутрь если не будете смотреть в окошко то вы даже не заметите этого шторма замечает его наш мозг когда мы уходим например на верхнюю палубу там уже эти волны нам в качку голову приведут но это лишь такой момент который надо учитывать когда вы смотрите на сезон в ноябре в европу не стоит ехать потому что начинает штормить и кстати не стоит ехать если вы рассчитываете на определенный маршрут иногда из-за этих штормов маршруты могут меняться лайнеры очень сильно заточены на вашу безопасность поэтому если вы едете например в такой вот не сезон на межсезонье когда море волнуется некоторые порты могут закрываться из-за того что вы туда дойти не сможете и вам просто меняют ну лайнеры как правило это либо каким-то образом компенсируют либо какую-то программу вам предлагают то есть вы все равно не останетесь обиженным но если вы хотите конкретные например Канны хотите Ниццу Монако вам нужен определенный лайнер берите сезон иначе есть вероятность что в такие мелкие порты он просто не дойдет когда еще нужно учитывать вы можете смотреть сезонность которая так знаете между между крупными сезонами например в марте апреле и в ноябре декабре есть перегонные маршруты из Европы до Латинской Америки либо до США то есть за 400 долларов а с учетом наших скидок за 200 долларов вы можете добраться в такой двухнедельный тур из Италии либо Испании либо Португалии из южного средиземноморья нижней западной части до Америки до Карибского бассейна либо чуть пониже до Бразилии либо Рио-де-Жанейро или ниже до Буэнос-Айреса то есть вы можете перегонным маршрутом пересекая экватор наслаждаясь отдыхом очень этот маршрут хорошо брать тем кто вот прям совсем устал кому интернет уже из ушей вылезает хочет отдохнуть просто там полежать с бутылочкой чая кофе вина на верхней палубе вот тогда этот самый идеальный маршрут когда вы из Европы едете почему в это время потому что сезон заканчивается в европейской части лайнеры не должны простаиваться иначе это бессмысленно поэтому в отличии от отелей они могут регулировать сезон вот такими перегонными маршрутами какие еще есть варианты перегонных маршрутов из Дубая до Африки через Сешелы Маврики Мадагаскар до ЮАРа где уже национальные парки сафари где вы можете взять водное сафари увидеть на водопое животных огромную пятерку животных носороги жирафы вы можете поехать в Кению где будет замечательный отель где вы можете на втором этаже этого отеля завтракать а жираф будет залезать к вам в окошко и таскать ваш завтрак это вот вариант тоже перегонного маршрута будет из Дубая до непосредственно ЮАР есть варианты из Дубая либо Сингапура либо Гонконга до Австралии это для тех кто не хочет лететь практически сутки до далекого континента у кого например боязнь этих вот перелетов постоянных вы можете вот такими вот скачками на лайнерах добраться если у вас накопительное членство уже бесплатное то у вас нету проблем о себе сделать такой маршрут единственная проблема со временем клуб это тоже решает если хотите зарабатывать тут есть возможность вы доезжаете до Австралии за 360 долларов можно 10 дней путешествовать по Австралии без учета скидок это будет Новая Зеландия Фиджи это будет Океания это будут Сиднеи то есть вы можете увидеть и саму Австралию и отдохнуть и увидеть Новую Зеландию и Океанию и даже к океане относятся Гаварием и остров Пасхи поэтому вы можете доехать скажем так до другой части карты до другой части глобуса уже до Латинской Америки с другой стороны есть варианты где вы можете сесть в Токио и объехать весь вариант собственно весь остров все японские города десятидневный маршрут вы очень сильно сэкономите потому что страны например Фьорды Исландия Япония Америка они не дешевые страны и если вы садитесь на лайнер то у вас включена еда переезды развлечения ваша задача будет только внутри страны себе устроить досуг это тоже не сложно сделать в нашем клубе 200 тысяч членов клуба из них как минимум на русском пространстве я цифру не знаю скажу так десять-двадцать тысяч из них люди многие живут за границей водят экскурсии по Франции по Испании по Китаю по Японии то есть вы можете найти в нашем клубе своих же членов клуба на гидов на этих направлениях и они вам если уж не экскурсии если у вас вдруг на нее денег нету они вам подскажут куда пойти с удовольствием мы делали марафон кругосветка в котором пригласили шести континентов людей знаете как мы быстро их нашли мы нашли с фьордов нашли с Австралии мы нашли с Антарктиды с Латинской Америки это все очень быстро даже нашли космонавта он пока не член клуба но все возможно поэтому если вы хотите себе устроить путешествие в клубе где все друг другу помогают делятся опытом где рассказывают как и что делать это намного намного комфортнее вы не боитесь в одиночку не ищите 25 тысяч форумов какие-то непонятные отзывы а вы спрашиваете у своих это еще одно преимущество нашего клуба ну и самое крутое преимущество это что мы действительно можем экономить я готова отвечать на ваши вопросы комментарии в комментарии у меня у меня Юлия просила рассказать про марафон у нас в начале этой недели был марафон по Азии где мы раскрывали азиатское направление какие там ходят лайнеры какие есть интересные порты как дешевле добираться до азиатских портов аэропортов как сделать свой тур интереснее и как правильно смотреть базу один из таких лайфхаков если вы смотрите Сингапур открываете карту вообще регионы и вы поймете что короткие маршруты из Сингапура смогут зайти либо в Таиланд либо в Вьетнам либо в Малайзию вариантов нету на короткие маршруты больше поэтому когда вы еще и географию немного представляете вы понимаете куда как ходят какие есть комбинации отлично рада что информация понравилась а и следующий направление которое мы будем рассматривать 13 и 14 июля это направление Карибского бассейна вот там мы рассмотрим где можно взять безвизовые направления какие лайнеры там ходят спойлер расскажем про Дисней потому что это самый наверное крутой лайнер в том направлении особенно для тех у кого есть дети и кто хочет Диснейленд на борту что такое Диснейленд на борту ребят это просто удивительное сочетание вот этих вот мюзиклов атмосферы где актеры ходят в костюмах не знаю Чипа Дейла из-за вот этой сказки или Ледяное Сердце и они живут в своей роли то есть что бы ни происходило они живут в своей роли и вы реально попадаете в сказку ну кстати многие стоянки круизных лайнеров тоже заходят через порты с парками аттракционов поэтому уже в августе мы будем проводить марафон как путешествовать с детьми какие есть лайнеры какие есть особенности какие есть парки развлечений какая еда где есть то есть какой возраст где принимают вот эти моменты мы будем рассматривать уже в августе ну и я напоминаю про нашу школу доступ к школе путешествий пожизненный с моими консультациями с некоторыми живыми лекциями с разбором маршрутов 500 рублей до конца этой недели поэтому вы можете записаться а для тех кто заинтересовался клубом пишите